пенсионер попал под мерседес водитель данного автомобиля который совершил наезд двигался во втором ряду и попросту не остановился за день в дтп пострадали три человека жители восьмого микрорайона строят баррикады девочка перебегала и несся крузак я сидел за рулем женщины и чуть не сбила из-за ремонта улицы декабристов двор превратился в проезжую часть уступать не желают ни жителей не автомобилисты готовимся к отопительному сезону нельзя допустить повторение ситуации которая сложилась время вихаревки там если вы помните до начала ноября и дома и школы оставались без тепла до включения тепла остается неделя контроль над процессом взял областной парламент служба новостей телеканала актис начинает работу в эфире в студии елена жерлова здравствуйте начнем с происшествий три человека пострадали сегодня на улицах города 70-летний пенсионер попал под мерседес утром на центральной площади города пешеход шел по зебрину это его не спасло с травмами мужчину доставили в больницу со слов сотрудников госавтоинспекции которые осуществляли работу на месте происшествия водитель данного автомобиля который совершил наезд двигался во втором ряду и попросту не остановился водитель который двигался в первом ряду остановился поэтому хочется обратиться именно к пешеходам чтобы перед переходом проезжей части обязательно убедились что остановились все транспортные средства и все их пропускают еще двое получили травмы вечером в районе пересечения ангарского проспекта с улицы алешина в обстоятельствах дтп сейчас разбирается полиция известно что этот перекресток уже три месяца не регулируется светофором из-за ремонтных работ на дороге баррикады вынуждены возводить жители восьмого микрорайона сегодня люди перегородили дорогу пролегающую через двор после того как соседняя улица декабристов закрылась на капитальный ремонт весь поток машин хлынул во дворы конфликты с автомобилистами доходят практически до драки эта блокада была поставлена для того чтобы машины не устраивали тут магистраль потому что проехаться или пройти к своему подъезду очень тяжело машины проезжают по штук 10 то что там дорога перекрытая и тут просто девочка перебегала и несся крузак я сидела за рулем женщина и что-то не сбила заложниками ситуации стали все жители восьмого и девятого микрорайонов ремонт улицы декабристов закончится только в октябре дожидаться этого люди не намерены они требуют вмешаться в ситуацию окружную администрацию и гибдд трое суток ареста и два штрафа получил житель ангарска за сопротивление сотрудникам гибдд инспекторы остановили автомобиль который двигался без регистрационных знаков требования предъявить документы водитель проигнорировал и повел себя агрессивно инспекторам пришлось применять силу и выбить стекло а их действия на телефон засняли очевидцы происшествия данному водителю было несколько раз разъяснено об его правах и обязанностях также в соответствии с законом о полиции данному гражданину была применена физическая сила в результате таких действий в отдел полиции был доставлен 41-летний местный гражданин который вот не подчинился законным требованиям сотрудников полиции как извлекали нарушителей салона автомобиля и проводили досмотр транспортного средства сотрудники полиции сняли на видео закон такие действия предусматривает а что касается самого водителя то ни документов на машину ни водительского удостоверения при нем не оказалось 36 обманутых туристов обратились за помощью в полицию в 2018 году они в разное время оформили путевки в иркутском турагентстве натали тур в результате остались без денег и без путевок ровно год назад ангарчане лишили сбережений став клиентами агентства с таким же названием тогда руководитель турфирмы присвоила 2 миллиона рублей а ее коллега взяла планку выше и забрала уже более 4 миллионов по данным следствия 28-летняя женщина заключалась гражданами оформляла для граждан путевки для заграничного отдыха ранее она не попадала в поле зрения правоохранительных органов по данному факту возбуждено уголовное дело предусмотренное частью 3 статьи 160 уголовного кодекса российской федерации санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет в рамках уголовного дела полиция просила более 50 свидетелей провела 20 очных ставок и почерковические экспертизы дело передано на рассмотрение в кировский район и суд возможно владелица фирмы решит вернуть украденное до суда как это сделала руководитель натали тур из ангарска в ближайшее воскресенье по всей стране пройдет единый день голосования регионы будут выбирать депутатов органы законодательной власти в ангарске накануне предвыборной гонки начали появляться новые имена которых раньше не было ничего известно причем обещания новоиспеченных кандидатов звучат активно и громко но между тем что из этого правда что откровенная ложь выясняла наша съемочная группа ангарчанка ирина рудая на выборы в ближайшее воскресенье придет обязательно женщина уверена что будущее любимого города зависит от каждого жителя в том числе и от нее самой но как не ошибиться с выбором когда кандидаты обещают многое не боясь присваивать чужие заслуги используя черный пиар и оскорбление накануне выборов в нашем 94 квартале происходят нешуточные страсти некоторые кандидаты ведут себя крайне некорректно по отношению к избирателям ну и по отношению к другим кандидатам приписывая себе достижения совершенно других людей срывая встречи кандидатов бывают наезды на агитаторов других кандидатов и запугивание их новые имена молодые лица и громкие обещания свернуть горы почти каждый пытается заставить власть работать так один из кандидатов до недавних пор неизвестный на политической арене и в общественной жизни округа публикует различные заметки и высказывания по поводу того какую активную работу он ведет все что делается в городе планомерно и регулярно он пытается присвоить себе мол это я заставил работать в своем инстаграме он даже опубликовал отчет перед избирателями где сообщать что заставил мэра выйти во дворы а депутатов посетить здание думы заставил администрацию провести ямочные ремонты во дворах выполнить свои обязательства в общем человек еще к власти не пришел а уже всех заставил работать и дальше пошло дальше больше он заставил управляющей компании работать что там еще заставил и везде слово заставил вы кто чадо составлять вот такая комбинация знаете такой такой сплав начальника НКВД председателя ВЧК расстрельной команды и заградотряда НКВД что-то такое он заставил ну чушь известно про новоиспеченного кандидата немного в частности только то что он сам разместил у себя на странице в одной из социальных сетей в 99 окончил профучилище по профессии автослесарь сегодня студент третьего курса байкальского госуниверситета чуть больше своей биографии знакомы его возможно будущие коллеги их кстати кандидат обвинил в прогулах заседания окружной думы хотя сам там никогда не присутствовал этот человек прославился только тем что строит незаконные гаражи а депутат законодательного собрания который осужден за расхищение социалистической собственности выступает в его поддержку слова о том что он заставил мэра выходить во дворы депутатов посещать думы и что 28 августа 18 человек присутствовало это абсолютный рекорд это ложь и мы аргументированно дадим ему ответ что касается работы действующей власти только по ремонту дорог ангарский округ за последние несколько лет вышел в лидеры в прошлом году было отремонтировано 20 километров автодорог в этом два раза больше работает горячая линия по ямочному ремонту все заявки которые на нее поступают тут же обрабатываются 15 тысяч квадратных метров асфальта сделано во дворах в этом году однако же кандидат в депутаты продолжает присваивать себе все заслуги люди пиарятся почему-то на чужих достижениях если старший по дому допустим год назад обращался в администрацию по заливке ям и в этом году планово эти ямы сделали да то почему-то некоторые кандидаты приписывают эти заслуги к себе вплоть до того что выпускают это на своих листовках ведет и в коем в некотором вроде вроде как и запугивание да и даже ну такая информация поступает что перед ну как подкуп избирателей осуществляется доставка на досрочное голосование такое впечатление что мы возвращаемся в 90-е годы когда некие братки наезжали на избирателей эти люди пропагандируют то что в городе ничего не меняется во дворах ничего не делается но на самом деле есть же программы как комфортная среда город меняется к лучшему громкие призывы кандидатов депутаты поражают своей настойчивостью с городских баннеров нам словно приказывают работать будем вместе так и хочется воскликнуть нет вы уж как сами работайте господа кандидаты и наводите порядок если считаете что это необходимо а избиратели сами сделают выбор кто из вас достоин победы до начала отопительного сезона в приангаре остается меньше недели тем временем готовность коммунальной системы пока составляет лишь 90 процентов ситуацию под контролем держат депутаты законодательного собрания накануне спикер парламента сергей сокол заслушал доклады глав муниципалитетов о подготовке территории к зиме где тепло появится вовремя расскажем далее в сюжете на прямой связи с депутатами законодательного собрания представители муниципалитетов региона на повестке дня готовность к отопительному сезону подготовительные ремонтные работы продвигаются по графику в целом готовность к зиме составляет 90 процентов некоторые болевые точки региона обозначил полпред президента сергей иванович меняла на совещании 19 августа это проблемы на коммунальных объектов тулуне и нижнеудинске это тэц байкальский это отставание от плановых показателей по запасам угля проблемы с ремонтом объектов которые обслуживает обл коммун энерго сергей сокол подчеркнул что люди должны получать тепло в дома в установленные сроки вовремя должны быть готовы и социальные объекты школы и детские сады больницы задача депутатов парламента оценить риски по подготовке к отопительному сезону и принять меры нельзя допустить повторение ситуации которая сложилась в свое время в Вихоревке там если вы помните до начала ноября и дома и школы оставались без тепла ну и особое внимание конечно у нас к северным территориям на данный момент Вихоревка к зиме готова там отремонтированы наиболее проблемные участки из областного бюджета в район направили субсидии в размере 30 миллионов рублей на особый контроль сергей сокол взял санаторий устькут для решения коммунальных проблем его необходимо передать ведение муниципалитета сейчас он ведомственный ирина шавлюк антон бархатов местное время ангарский цементно-горный комбинат ввел в эксплуатацию новое современное оборудование которое позволит значительно снизить выброс пыли в атмосферу и улучшить экологическую обстановку в городе торжественный пуск установки состоялся накануне фильтры которые очищали выбросы в атмосферу на ангарском цементно-горном комбинате были установлены еще в конце 50-х годов техника устарела и морально и физически именно поэтому советом директоров было принято решение провести модернизацию аспирационного оборудования сразу в двух подразделениях программу реализовали за два года но не приносит им экономического эффекта а экологический эффект он заметен сейчас можно спокойно уже знать что выбросы не превышают тех норм которые регламентированы стандартами в цехе готовая продукция завершился проект технического перевооружения складов цемента их оснастили 25 фильтрами еще один инвестиционный проект ангарск цемент реализован в цехе обжиг там установили новый современный электрофильтр на вращающуюся печь на этом модернизации производства не заканчивается мы уже вступили в проект замену второго электрофильтра то есть будет аналогичный объект построен и на следующий год в марте месяце мы планируем ввести его в эксплуатацию также это замена рукавных фильтров на 6 7 цементных мельницах и также на следующий год замена рукавных фильтров на 1 2 цементных мельницах расходы предприятия на реализацию двух программ составили порядка 340 миллионов рублей вместе с тем ангарск цемент вносит существенный вклад в развитие региона и является одним из крупнейших налогоплательщиков в приангаре к другим темам в этом году школа номер 39 отмечает свой юбилей ровно 50 лет назад за ее порог переступили первоученики сейчас учреждение является передовиком в области кадетского образования о людях посвятивших жизнь любимой школе смотрите далее в сюжете вот уже в 50 раз школа номер 39 распахнула свои двери для нового потока учеников за полвека это место стало настоящим домом для тысяч ангарчан многие выпускники до сих пор возвращаются в родные классы с неподдельным трепетом я помню нашего классного руководителя дятлову лидию дмитриевну наш дружный класс между прочим ежегодно в первое воскресенье октября мы с одноклассниками до сих пор встречаемся пусть их немного 10 12 человек но эти встречи у нас ежегодные на протяжении 30 40 лет помнит не одно поколение выпускников и михайловну другого учителя русского языка и литературы им преподавать эту школу она пришла много лет назад а впервые переступила ее порога шестьдесят девятом ирина михайловна была в числе первых учеников школы юбиляра когда мы пришли сюда малышами конечно она казалась нам огромной светлой большой потом когда уже будучи взрослой я приходила сюда на родительские собрания своей своей старшей дочери еще я здесь не работала конечно уже школа казалась мне наоборот маленькой но тем не менее хочу сказать что преобразование конечно же нашу школу затронули во всех отношениях она прежде всего конечно же стала и красивой уютной современной внешне но и внутреннее содержание вот образовательного процесса нашей школе она тоже будет полная и соответствующие я считаю времени похожим образом сложилась и история учителя физики татьяны владимировны марку бывшие выпускницы тридцать девятой педагог преподает здесь 1982 года и все веки развития свой альмаматор знает на личном опыте школа становится красивее лучше уютнее появляются новые приборы появляется техника которой мы пользуемся ученики становятся более информированы иногда ученики настолько информированы что учителя ну как говорится за пояс затыкают впрочем главная ценность школы конечно же не техническое оснащение и даже не учебные планы а кадры именно благодаря им тридцать девятой удается на протяжении стольких лет выпускать из своих стен все новое и новое поколение достойных людей можно вот перечислять очень много педагогов которые работали в свое время в школе номер 39 вносили свой вклад в развитие и воспитание наших детей и конечно же мы их помним не могу не вспомнить о пироговой лидии матвеевне которая долгое время работала учителем начальных классов а затем заместителем директора по учебно-воспитательной работе в школе номер 39 с удовольствием могу очень много и долго рассказывать об им инессе константиновне богатырёвой которая в молодости руководила отрядом юных сдержанцев который был лучшим в городе ангарске преподавала иностранный язык школе номер 39 далее учитель истории сазанова людмила евгеньевна она тоже внесла очень большую лепту в развитие нашего образовательного учреждения за 50 лет у школы сменилось три директора четвертый руководитель галина афанасьевна отвечает за учреждение уже двадцать пятый год именно под ее началом школе открылся профильный класс мчс сейчас школа является передовиком в области кадетского образования обучают сразу по нескольким профилям ну вообще с детьми работать очень интересно они сейчас разные современные другие непохожие и ты наверное вот пытаешься успеть за ними больше нежели они за тобой мы стараемся вникать много читать все равно сам образование это определяющая сторона нашей деятельности поэтому я думаю что внесение новых стандартов изменения таких носит интересный характер внерочная деятельность наши профили это всегда то что отличает нашу школу от других учреждений мне кажется мы справляемся нас уважают к нам идут дети родители за последние годы престиж тридцать девятой школы достиг такого уровня что всех желающих обучаться здесь здание просто не вмещает не так давно администрация округа выделила землю для строительства второго учебного корпуса но чтобы проект был реализован необходимо поддержка министерства образования в школе наполняемость 700 человек сейчас в школе 1100 вы понимаете насколько переполнена школа и вот мы сейчас этим занимаемся это самая главная задача для управляющего совета и тем не менее школа работает в штатном режиме а значит в следующем году вновь выпустит из своих стен еще одно поколение анграчан а отметить свой юбилей уже в торжественной обстановке 39 планирует по традиции в октябре александр бычков владимир селиванов местное время теория искусства на практике дворец культуры нефтехимик своему 65 летию совместно с управлением образования запустил новый проект экскурсии по дворцам первыми гостями дк стали школьники самых интересных моментах экскурсии мы расскажем в нашем следующем репортаже парфенон ангарска первый храм искусства и сердце культурной жизни именно так горожане отзываются о дворце культуры нефтехимик здесь проходят самые яркие представления и творческие вечера а сегодня дворец еще стал ненаглядным пособием для изучения архитектуры прошлого столетия встречали юных гостей артисты дк трогательный вальс в колонном зале танцоры образцового ансамбля сюрприз устроили для гостей настоящий бал но все самое интересное как правило скрыто от глаза зрителей все тайны и творческие секреты хранятся в закулисье они увидят как работает инженер сцены опускаются кулисы и всю вот эту вот рабочую нашу сценическую кухню они смогут увидеть изнутри это очень важно когда они услышат что и кулисы и занавес это волшебное место это волшебная ткань и прикасаться просто так не нельзя экскурсии такого формата это совместный проект нефтехимика и управление образования округа повод грядущие 65-летие дворца а цель познакомить школьников с удивительной архитектурой прошлого столетия ангарский дворец построен в греческом стиле с величественными колоннами и изящной лепниной нефтехимик он по виду очень красивый мне нравится такая старая архитектура тут очень красиво все уютно мне нравится очень сильно школьники бродили по дворцу в течение часа и заглянули в каждый уголок нефтехимика восторг и бурю эмоций у гостей вызвала костюмерная дворец культуры нефтехимик стал родным домом для трех театров из 17 коллективов 12 из которых носят звания образцовых и народных творческая жизнь дыка всегда яркая и насыщенная а после таких визитов надеются организаторы юные гости захотят вернуться сюда уже в качестве артистов очередное открытие сезона состоится 20 октября мария константинова владимир селиванов местное время дружим городами у ангарска много друзей и среди них не только российские города но и зарубежные побратимами для нас стали крымская алушта подмосковные мытищи китайский циньжоу и японский камацу выставка знакомства с дружественными городами сегодня утром открылась в дворце ветеранов победа в экспозицию вошли соглашение о сотрудничестве памятные подарки и фотографии по коллекции можно отследить историю возникновения дружбы например с камацу ангарска выстроены особо теплые отношения уже более 15 лет это действительно активное взаимодействие между нашими городами между ангарском и камацу мы обмениваемся ежегодно официальными и молодежными делегациями мы проводим различные мероприятия на наших территориях по линии образования культуры каждый год а в ангарске проходят дни японской культуры выставка продлится еще месяц посетить ее и познакомиться с культурой дружественных городов могут все желающие в часы работы дворца ветеранов вход свободный заботой о чистом будущем 7 сентября в ангарске состоится первый кофестиваль он начнется в час дня на площадке у колеса обозрения в программе мастер-класса от экологов букроссинг коллекции и конечно же прием пластиковых отходов принести можно не только пакеты но и изделия из пластика имеющие специальную маркировку 6 ps также принести можно бумагу и стекло а если мы изменим наши отношения и будем думать что это вторсырье то есть это не просто пластиковый стаканчик который выбрасывается на мусорку что это вторсырье из него можно получить потом еще какой-то продукт какой-то какой-то предмет вещь соответственно психологически да уже настрой меняется мы уже уже не просто выбрасываем и копим вторсырье цель фестиваля показать что жить оберегая экологию реально а сортировать отходы совсем несложно принять участие может каждый вход свободный а еще для всех участников экофеста билет на колесо обозрения будет стоить всего 150 рублей и в завершении выпуска немного доброты целую операцию по спасению кролика развернула жительница иркутска домашний любимец застрял в ванной под трубами пушистый просидел в ловушке четыре дня стену пришлось сломать а перед этим получить разрешение хозяев съемной квартиры к счастью все закончилось хорошо вот он вот он веня ты дурак я ненавижу тебя и на этом все новости доступны также в интернете на сайте актестиви точка ру и на страницах в социальных сетях всего вам доброго хороших выходных и до встречи